Здравствуйте! О, у вас номера появились на значках? Были? Да? Ни разу? Да классно, улыбаетесь, когда говорите правду? Да, правда. О, а у вас-то затер номер? Наверное. Наверное? А можно разглядеть поближе? Документы в вердосакте. Уже можно проходить? Документы в вердосакте. Через вам проходите. А можно отключить? Я не могу через рамку пройти. Сердечное заболевание. Сердечное заболевание. Вы меня проверьте другим. Ну как это, здрасте. Облучение, о чем вы говорите, я сама врач. Ручным металлодетектором доспроекция. Если вы не будете проходить через рамку, вы не пройдете в занятое. А вы меня проверьте этим самым? Нет. Отклаждение рамки это обязательно. А вы тогда будете мое здоровье гарантировать, если у меня будет осложнение? Как это так? Вы рассказали свою личное мнение. Я пройду, но я просто потом, если у меня будут ухудшения, я буду жалобу писать. Мне не надо ничего показывать. Как не надо? Это для себя, оставьте. Это выполняющая обязанности руководителя Волженина на твиттер. Вы пройдите. Смотрите, пожалуйста. Если нет, то тогда не задерживайте. Смотрите, за вами сколько людей собралось. Всех хотят править. Пункт 3.2. Правило. Мне не нужно ничего рассказывать. Я вам еще раз говорю. А, я вам не рассказываю, я вам показываю документы. Не показывайте, не рассказывайте. Осмотр с помощью стационарного и или ручного металлодетектора. И ручного металлодетектора. Вы задерживаете людей. Я ее правозащитник. Вы задерживаете людей. Вы задерживаете людей. Подожди. Отказываетесь пропускать? Конечно. Если она не будет проходить через РАП, она не придет. Номер значка своего, покажите, пожалуйста. Если у меня будет упущение, я бы... Обратитесь к моему руководству, они вам все сообщают. Вы Киржанов, моя фамилия. Благодарю. Под вашу ответственность. Если не будете проходить, можете сразу... Заявляю свой протест. Но вы не нужно пройти, потому что мне необходимо там быть. Ты понял, Киржанов? Не тыкайте, пожалуйста. Я с вами уважительно разговаривал. Свою невоспитанность не нужно здесь показывать. Не тыкайте. Ты этого достоинно. Вы покажите сумки. Содержимое. Забыла. На личности не переходите здесь. Вы первые перешли. Вы свое личное мнение поставили... Вас вообще никто не слушает. Я и правозащитник. Я и правозащитник. А вы учите? На юриста потом станете правозащитник. А у вас есть люди здесь как-то? Конечно есть. А ты тоже правила изучи, а не инструкции выполняешь. А почему вы инструкции не следите? Отдадите, вам не мешайте. Людей досматривайте. Очень хорошая бумага против Киржанова получится. Здравствуйте. 14.00. Суд над прокурорами. Ожидайте. Какой кабинет? Здесь будет? Да. Ожидать, да? Благодарствую. Вот этот? А что он такой маленький? Мы сюда не поместимся. Давайте другой зал. Нет, я здесь хочу. Нет, у нас материалы здесь хочу поближе просто. А? Материалы поближе. Какие материалы? Вон стол свободный. Наши доказательства. А? Наши доказательства здесь поближе, чтобы нам не бегать по всему залу. Какие? Вот эти что ли? Да. К примеру, вот эти. Кто первый сел, почему? Я здесь хочу сидеть. Вы хозяева, должны уступать место гостям. Конечно, мы всегда же так. Мы их даже не читали. Где нас? Вы распределитесь, куда мы сидимся. Да, сейчас раз мы. Штульчики нам дали. Давайте другой зал, девушки. Народа много? Вот еще три места. Проходите. Прошу всех встать. Прошу садиться. Судебное свидание является открытым. В Союзе городской суд Мауи вырос на ответ административное дело по иску Удакова Анатолия Николаевича прокурору Горда Сургута, прокурору Мауи Гурын, привлеченным соотвечниками прокуратуры Горда Сургута, прокурор Мауи Гурын, судом, участников изделия. При этом не заявлено на распаривание действий и решений должностных лиц со стороны социал-дминистра Тюрьмова. Устанавливает суд личности лиц, явившихся сегодня в судебное свидание. Истец у нас явился в судебное свидание? В виде паспорта. Истец, если явился лично, то в суду представьтесь, согласно документам, удовлетворяющих личность. Я Антон Николаевич Булгаков, человек, учредитель и бенефициарий персоны Булгаков Антон Николаевич. Суд разъясняет вам, истец, что в судебном заседании вы отвечаете перед судом в суде. На каком основании? В соответствии с требованиями в пользу административного судопроизводства Российской Федерации. Статья? Статью сами прочитаете, если будет нам удалось. Не знаете? Вы стоят будете перед судом вставать? Я бы хотел услышать основание. Я первый раз такое услышу, что перед судом надо вставать. Суд предупреждает вас за нарушение порядка ведения судебного заседания. При повторном нарушении порядка судебного заседания вы будете удалены вetzалы судебного заседания. Вы услышали суд? А вы суд? Суд вам объявляет повторное замечание за нарушение порядка судебного заседания и просит вас подвинуть в Chip PETA. Но вы ответите, почему вы так-то. Давайте сделаем проще. Почему? Из уважения к присутствующим я встану. Норму указа, назовите, пожалуйста, согласно которой я должен вставать. Суд вам все нормы не будет называть, соответствующими которыми требуется соблюдение порядка судебного заседания, уважаемые представители. Ты же не знаешь, хорошо. Продолжаем дальше. Продолжаем дальше. Представьте суду. Я человек Антон Николаевич Булгаков, учредитель и бенефициарь, персоны Булгаков Антон Николаевич. Число месяца и год вашего рождения? У меня нет даты рождения, у меня есть день рождения. Четвертый день месяца марта 1980 года. И где вы родились? На планете Земля, город Казань, страна СССР. Паспорт суду передайте для свечения ваших антонных данных. Где вы зарегистрированы, где проживаете? Живу по адресу, по столе Харсомольский, 21, квартира 16. Хорошо. Проживает персона. Регистрация и место жильства у вас совпадает? Да? Место жилья и место регистрации не может совпадать. Если персона проживает, я человек живу по адресу. Чем вы заняты, где трудоустроены? А это какое отношение имеет к суду? Личность ваша, дом устанавливается. Место работы у вас есть? Нет. Вообще никакого? Занимаюсь правозащитной деятельностью. Хорошо, спасибо, присаживайтесь. Личность ваша, дом устанавливается. Не моя, а персона. У меня нет личности. У вас есть какая-то персона еще дополнительная? Нет. Таким документом подтверждается, что у вас есть какая-то персона? Вот, он у вас на столе, паспорт. Здесь написано, что вы персона? Нет. Нет? А на каком основании вы тогда утверждаете, что вы персона? Я не утверждал, что я персона. Я человек. Вы сейчас говорите, что вы персона? Нет, я такого не говорю. Давайте переслушаем, а удержать. Ваши подсказывания, с какой целью вы условно персона употребляете? А чтобы вы не вводили в заблуждение всех присутствующих. Так это вы вводите в заблуждение? Нет. Для начала. Суд вас только спрашивает о той персоне, про которую вы сказали. Административный естественный. Вы тоже за своими словами следите. Да, а в чем вопрос-то заключается? Повторите еще раз. Да уже ни в чем. В том, что вы утверждаете, что вы персона, а теперь говорите, что вы не персона. Я не говорю, что я персона. Нет? Нет. Замечательно. Присаживайтесь. Прокурор города Сургута Балин Леонид Алексеевич, судья для заседания, у нас явился. Мы продолжаем суд по доверенности. Мы еще в материалах дела представляем. Первый раз я представляю интересы заместитель прокурора города Лупьянка Александра Николаева. Спасибо. Прокурор города Сургута, как сказать, у нас кто-то явился? Нет. Прокурор в округах МАО Батвинкин, Евгений Борисович, где до заседания не явился. Прокурор города Сургута Балин Леонид Алексеевич, судья для заседания, у нас есть доверенность действующая. Удостоверение суду передано номер 267-413-0. Рассматривает спор председатель судья Чехсов, судья Перепелятникова. Суду доверия есть рассматривание, его отводок не имеется. Страна ИСЦА? На данной стороне нет. Страна ответчика. Поверяем. Поверяем. Суд по стороне ИСЦА еще раз напоминает о том, что отвечая суду необходимо вставать. На данной стадии нет. Спасибо. В любом случае, ваши действия будут являться неуваженнее к суду, не заранее. Поэтому вы также можете пострадать, уважаемая административность. Присаживайтесь. Или вы стоите, как вы будете все время. Я должен садиться? Присаживайтесь. Я могу стоять? Конечно. Благодарствую. Опять через рамку пытались провести. Вы, говорит, рядом проходите. Я сбоку. Так а что ты ведешься? А что сбоку? Учись воспитывать волю. Ты видел, как мы... Тебя разводят, меня нет. Тебя разводят, меня нет. В смысле разводят? Ну что? Да хотя бы мимо рамки, но пройди там, где мы сказали. Понимаешь? Неважно, вредит рамка или не вредит. Главное сделать так, как мы сказали. Исполни нашу волю. Я прошел не через рамку, я прошел мимо рамки. Да неважно, они тебя направят. Ты хотел же пройти вообще далеко от рамки, нет? Нет, я тебе на рамку беру подход. А я вот хотел вообще далеко от рамки. А не видишь, нет, пройдите типа рядом с рамкой. Да не хочу я вообще рядом с ней проходить. Нет на том моей воле. Я должен садиться? Я могу стоять? Конечно. Благодарю. Сам отводов оснований суд не усматривает по регламенту судебного заседания страна из ЦАД административного. Все знаете, есть необходимость с ней вам? Конечно. Основные положения вам уже суд начало снять с самых первых секунд судебного заседания. Мы их уже услышали. Не называем. К суду обращаетесь со словами уважаемый суд, либо ваша честь. То есть к вам? К суду. К лицу в черной мантии нужно обращаться со словами вашей чести. Я правильно вас понял? Суд вас остановит и еще раз укажет о том, что вы своими изречениями неуважения к суду проявляете. Почему? В чем неуважение? Судья согласно закону... Словами о лице в черной мантии. А что, я что-то не так сказал? Эти слова не соответствуют действительности? Нет. Перед вами находится председательствующий. Судья? Вы судья? Председательствующий судья? Вы. Конечно, да? Согласно норме УПК, статья 54... УПК? А? УПК, вы сказали? Да. Вы в соответствии с каким кодексом сейчас пришли защищать свои интересы? Я просто хочу, чтобы вы услышали определение слова судья. Это должностное лицо, полномоченное осуществлять правосудие. Правильно? Так вот, если вы назвали судьей, то слово лицо к вам применимо. Согласны? Согласно законодательству. Ну, вы его применяете в том контексте, который предполагает неоскорбительные высказывания. А в чем оскорбление? Вы сейчас находитесь в черной мантии. Я к вам обращаюсь согласно законодательству со словом лицо. Вы сейчас находитесь в черной мантии. В чем оскорбление заключается? Контекст, в котором вы высказывали, допускаете, он предполагает оскорбление в адрес председательствующего. На основании авторского права я заявляю, что никакого контекста и подтекста и никаких оскорблений в моих словах не было. Все, все по закону. В каком законодательстве? Я вам только что все нормы зачитал. Ты слушали меня? Нет. В каком законодательстве? На основании авторского права я заявляю, что никакого контекста и подтекста и никаких оскорблений в моих словах не было. И нет. Председательствующий это расценивает таким образом. Поэтому, если вы не согласны с тем, как расценивает этот председательствующий, вы можете, конечно, с этим не соглашаться. Но суд вас предупреждает о том, что это является неуважением и нарушением порядка судебного заседания. То есть, использование руководства законодательством является недопустимым к судебным? Вы используете формулировки, которые предусмотрены законодательством. Я вам назвал формулировку «Должностное лицо полномочное совершает право сомнение». Вы назвали из УПК. Может быть, там вы и будете таким образом обращаться к лицу, а вы в соответствии с кодексом институтного судопроизводства пришли свои интересы защищать. Вот, давайте в соответствии с этим кодексом и будем вести судебное разбирательство. Это федеральный закон, и он применим по аналогии. Но порядок разбирательства на текущий момент иной. Суд вам на это обращает внимание. Хорошо, давайте подытожим. Как вам можно обращаться? Суд вам сказал, что со словами «Уважаемый суд, либо ваша честь». Хорошо, тогда будьте добры, подтвердите свою должность, личность и полномочия, что вы являетесь судем. Мои документы я вам предоставлю. Порядок проведения судебного заседания, предусмотренный кодексом административного судопроизводства, не предполагает возможности подтверждать председательствующему те вещи, о которых вы сейчас просите. Ввиду того, что вы отказываетесь принимать мои доводы в качестве законодательства, что я вас назвал лицом, черной мантии, на основании законодательства, у меня есть основания предполагать и полагать, что вы предвзято относитесь к рассмотрению дела. Я вам заявляю отвод. А в чем предвзятость переведите? В том, что вы запрещаете мне, не называете норму законодательства на основе, в которой я должен вставать. Запрещаете, усматриваете контекст в каких-то моих словах, хотя я не использовал никакой контекст. То есть вы ничем свои доводы по поводу усматривания контекста не обосновываете, не мотивируете, нормы права не называете. Я вообще усматриваю признаки некомпетентности вашей. В связи с этим я вам заявляю отвод. По заявленному отводу сторона отводчиков книги на оснований суд не находит под обводом административного истца. Проглужаем судебное заседание. Я возражаю, вы нарушаете мои права на защиту. Я требую внести эти слова в протокол. По регламенту судебного заседания. Все вам понятно, административный истец? Нет. Что вам не понятно? Я вам делаю замечание, вы мне до начала разбирательства не разъяснили мои права. Так, суд вас спрашивает, пока про регламент вам все понятно? Каким образом к суду обращаться необходимо и вставать, отвечая на вопросы суда, вы это, наверное, услышали. По правам профессионального права участвуют в судебном заседании, знакомиться с материалом дела, с протоколом судебного заседания, по его изготовлению устно выступать в заседании, представлять письменные пояснения, заявлять ходатайство перед судом, поддержать вправе свои заявленные требования, увеличить их, уменьшить, отказаться от заявленных требований. По результату рассмотрения вашего отдела выносится судебное решение, которое вы вправе отжаловать. Права эти исты? Я вам запрещаю ограничить меня в правах как человека и права мне не понятны. В чем? Что не понятно? Имею ли я право удостоверить вашу личность, должность и полномочия? Суд вам об этом рассказал, что нет. Все равно права не понятны? В чем? В чем? Вы мне все права разъяснили? Основные, судосмотренные ходы, самоэффективные. Я требую, чтобы вы мне разъяснили все права. Суд разъяснил вам те права, которые вам потребуются для рассмотрения дела. Если вам интересны еще и мы, какие-то полномочия по уходу с административного производства, вы вправе изучить его и пользоваться всеми предусмотренными правами. Права полностью не разъяснены и непонятны. В чем непонятны? Я пояснил. Вы мне разъяснили, не все права. Какие вам еще права? Необходимо разъяснить, на ваш взгляд? Все. Суд то, что посчитал необходимым, разъяснил. Я считаю, что не все права разъяснили. Для цели рассмотрения дела. Вы не желаете рассматривать свое исковое заявление административное? Желаю. Почему вы не? Ведете себя таким образом, что создается впечатление обратное от суда. На чем оно основано? На стадии ходатайствы вы уже полчаса какое-то представление устраиваете. Не даете рассматривать по существу ваши требования. Мы можем продолжить? Положайте. То есть я могу продолжить суд? Я вас правильно понял? Пожалуйста. Исход удовлетворить в полном объеме. Признать действия прокурора незаконными. Отличательно. Все у вас. Решение будете виноват? Конечно, присаживайтесь. Тут на месте или будете в завещательную комнату удаляться? Как это положено по законодательству? В ним удаляться. Прошу. Присаживаться вы не желаете. По правам профессионального регламента, что представители прокуратуры все или нет, то ходатайства у вас какие-то будут? Начало свежего объяснения не имеется. Не имеется. У меня есть ходатайства. Прошу. А есть ли смысл заявлять, если вы мне разрешили иск удовлетворить в полном объеме? Когда вам разрешил суд удовлетворить, вы не сказали, что желаете, чтобы вам суд удовлетворить? Да, вы мне разрешили. Продолжить суд. Прошу. Я вынес решение удовлетворить в полном объеме. Хорошо. Радост нет у вас? Есть. Пожалуйста. Само ввем в себе. От человека Антон Николаевич Булгаков. Судье Сургутского городского суда. Чех. В.Г. Виктор Геннадьевич. Не обязательно. Чех. Ходотайство требований о ведении видеозаписи. В производстве Сургутского городского суда находится административное дело по главе 22 КСРФ в отношении прокуратуры города Сургут, соответствующих прокуратуры МАО Югры. В соответствии с требованием пункта 5, часть 1, статьи 45 КСРФ, лица, участвующих в деле, имеют право заявлять ходотайство в том числе об истребовании доказательств, знакомиться с протоколом судебного заседания. За результатами аудио- и или видеопротоколирования входа судебного заседания. Если такое протоколирование осуществлялось и предоставляет письменные замечания протоколу в отношении результатов аудио- и или видеопротоколирования. В соответствии с требованиями, часть 2, статьи 206 КСРФ, лица, участвующие в деле и их представители, вправе ходотайствовать о внесении в соответствующий протокол сведения об обстоятельствах, которые они считают существенными для разрешения административного дела. Согласно части 54, статьи 5 УПК РФ, судья это должностное лицо, уполномоченное совершать правосудие. Полицейские, военные и чиновники бывают категорически против видеосъемки по закону, права на подобный запрет у них нет. Должностных лиц, находящихся при исполнении, фотографировать и снимать на видео можно беспрепятственно. Пункты 4 и 5 статьи 29 Конституции РФ гласят, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственных тайнер, определяется федеральным законом, гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается. Согласно статье 3 Федерального закона РФ противодействия коррупции, принятого 25 декабря 2008 года, номер 273 ФСЗ, что в рамках антикоррупционной кампании деятельность государственных и районных управляющих организаций должна быть прозрачной и открытой. Закон гласит, что должностное лицо, препятствующее видеосъемке, будет привлечено к административной ответственности. Если посредством видеосъемки запечатлелось должностное преступление данного сотрудника, например, получение или дача взятки, или еще каким-либо способом нарушал закон, его противодействия оператору в будущем будут расцениваться как воспрепятствование следствия. Закон предусматривает полномочия граждан лично отслеживать качество работы и добросовестность должностных лиц. Любой человек по закону имеет абсолютное право вести видеосъемку, наблюдая за представлениями органов государственной власти, федеральных законов, федеральных органов, членов партии и должностных лиц, когда тема находится при исполнении. Действовать таким образом гражданин может как в личных, так и в общественных интересах. Законное право скреплено пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года, номер 2334, редакции от 01.09.2000 года. О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию, не потерявшую актуальность в наше время. Согласно постановлению Федерального закона об информации, информационной технологии и защите информации, представители государственных органов МВД и ССНС не имеют права отказывать в информативном доступе к своей деятельности и налагать запрет на видеосъемку. Это положение действующего закона не теряет актуальности, даже если заинтересованное лицо не является представителем средств массовой информации. Согласно приказу МВД, принятому 2 марта 2009 года, сотрудник ГИБДН неуполномочен запрещать участникам дорожного движения записывать аудио и видеоматериалы. Запрет на видеосъемку по закону может иметь место в случае наличия такового в действующем законодательстве. Если запрет существует на законодательном уровне, сотрудник ГИБДД обязан проинформировать об этом гражданина. Естественно, суд вас остановит. Отношения сотрудники ГИБДД к разбирательству судебному никакого не имеют. Пожалуйста, сформулируйте свое ходатайство в соответствии с нуждами сегодняшнего заседания судебного. Это была последняя фраза про ГИБДД. Дальше все по делу. Но почему до этого все было не по делу? А это тоже дело относится? Это продолженность облицет? Суд обращает ваше внимание, что, коль вы пришли за защитой нарушенных прав, то согласуйте свои действия, процессуальное ходатайство заявляете, чтобы разрешить более полное и объективное ваше требование. Хорошо, я пропускаю это предложение. Но последнее осталось. Вот. Ну, давайте, проглашайте, что хотели. Запретить фото- и видеофиксацию судья имеет право только в двух случаях при наличии оснований для проведения закрытого судебного заседания. В ситуации, когда проведение указанных мероприятий может привести к нарушению фундаментальных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Принимаю во внимание, что введение видеозаписи имеет существенное значение для правильного и объективного разрешения дела. Руководство и статьями 45-26 Кассы РЭП требует снять запрет на введение видеозаписи процесса и разрешить введение видеозаписи процесса судебного разбирательства посредством мобильных телефонов и ноутбука. В процессе всех судебных разбирательств в отношении прокуратуры города Сругут и прокуратуры Хмару обеспечить введение видеопротокола судебного заседания. Данное ходатайство подано через ГАЗ правосудия и передано на рассмотрение судья Чех под номером 86 РС 304-115-20-5018. Требую рассмотреть данные ходатайства тременно с нанесением мотивированного определения письменного. Ну суд административный естественный не услышал от вас ходатайства в суде? Как не услышали? Даже только что говорил. Требую снять запрет на ведение в виде съемки. Это не ходатайство? Как это не ходатайство? А что это? Это требование какое-то. А ходатайство это что такое? У вас есть понимание что такое ходатайство? У меня есть. Что ли? Я хотел бы сначала вас услышать. Что такое ходатайство? Это просьба к суду. Просьба? Нет, это не просто просьба. Это официальная просьба. Может быть так. Сделайте просьбу. Я уже сделал. Я сказал ходатайство тире требования. У вас не слушал. Вы требование какое-то заявляете? требуете что-то там делать перед судом ходатайство тире требования просьбу не заявляете? я заявляю и просьбу и требования ходатайства тире требования по тексту вашего ходатайства где просьба? по тексту принимай во внимание что введение видеосъемки имеет существенное для правильного и эффективного разрешения дела, руководствуясь статьями 45, 206 КСРС. Я человек Антон Николаевич Булгаков. Прошу и требую снять запрет на введение видеозаписи процесса и разрешить введение видеозаписи процесса судебного разбирательства посредством мобильных телефонов и ноутбука. В процессе всех судебных разбирательств в отношении прокуратуры города Сругут и прокуратуры Хмала обеспечить введение видеопротокола судебного заседания. Вы услышали? Мы просьбой требуем. Сейчас суд услышал, что вы просите о чем-то суд. Руководок надо подпроделить? Нет, по заявленному подательству. Старая отвечает о мнении. Уважаемый суд, вывязавший суд, на ваше усмотрение. Уважаемый суд, на ваше усмотрение. Суд на месте определяет разрешить введение видеозаписи административного заседания. Мне надо время, чтобы подготовиться. Минута. Не может я как-нибудь с кого будете снимать? Я все и буду снимать. Все? Можем продолжать? Еще ходатайство? Да. Это было ходатайство номер 3. Ходатайство номер 1. Ходатайство телетривой. О введении аудиопротокола. В производстве Сургутского городского суда находится... Суд остановит административный институт. Аудиопротокол ведется в силу действующего законодательства с самых первых секунд судебного заседания. Отлично. Вы о введении аудиопротокола просили? Да, пропускаю. Только лишь, да? Письменный протокол тоже ведется? Конечно. Отлично. Вы тоже ведете аудиозапись судебного заседания? Вы тоже ведете аудиозапись судебного заседания? Я веду видеозапись в прямом эфире. Аудиозапись не ведете? А? Аудиозапись не ведете? А, видеозапись она предусматривает и аудиозапись. Отдельно аудиозапись или нет? Проводили. Статья 51 Конституции РФ. То есть проводили. Это ваши выводы? Не надо выдавать свои мнения за мое? Или не проводили? Это вопрос? Да. Я вам ответил. Статья 51 Конституции РФ. Мы не желаем свидетельствовать против себя. Да? Ну вы знаете значение статьи 51? Статью 51 Конституции РФ вы знаете? О чем она гласит? Вам нужно пояснить ее? Нет. Достаточно ваш ответ. Все. Положайте. Благодарство. И сейчас что? Сейчас, секунду. Вы видите, сколько у меня документов? Сейчас, секунду. Да. Вы достаточно многое суды представили. Необходимо было заранее готовиться к судебному ставку? А, я заранее готовился. Все у вас было в хронологии? У меня же председатель суда Кузнецов отклонил 6 моих АДТС, рассмотрел как простые обращения. А исполняющий обязанности Шерстнев 7 АДТС отклонил, рассмотрел как простые обращения. А Шерстобитов все остальные мои АДТС отклонил. Давайте к текущему дню сегодняшнему. Что у вас еще есть? Вступительная речь. Вот по идее у вас... Вступительная речь чуть позже, в разместительной. А, в ХАДТС там все? А, в ХАДТС там все. Так. Тогда шестое. В ХАДТС там номер 6. В ХАДТС на требование номер 6. Об из требований доказательств. В соответствии с требованием пункта 5, часть 1, статьи 45 КСРФ, лица, участвующие в деле, имеют право заявлять о детальстве, в том числе об истребовании доказательств, знакомиться с протоколом судебного заседания, результатами аудио-видеопротоколирования, входа судебного заседания, если такое протоколирование осуществлялось и предоставлять письменные замечания протоколу или в отношении результатов аудио- или видеопротоколирования. Заявителям за период с 01.08.2019 по текущий момент в адрес прокуратуры Горда Сругу было направлено множество обращений в порядке ст. 124 и 141 УПК РФ, однако в нарушении действующего законодательства заявитель получил лишь отписки по данным обращениям. Согласно пункту 1.2 приказа Генеральной прокуратуры, номер 212, от 27.12.2007 года дали инструкцию, поступающие в органы прокуратуры подобные сообщения по почте или иными средствами связи незамедлительно фиксируют в книге учета сообщений о преступлениях согласно прилагаемому образцу, а сами сообщения предполагают нам передавать в органы, полномочными рассматривая в соответствии со ст. 144.151 УПК РФ. Согласно пункту 1.4 инструкции, при необходимости принятия мер по сохранению следов преступления или действий, обеспечивающих защиту интересов граждан и юридических лиц от преступного деяния, немедленно уведомлять об этом заинтересованных лиц или компетентный в орган предварительного следствия или дознания, о чем в книге учета сообщений о преступлениях производить соответствующую отметку. Поступившие сообщения, а также иные приложенные к нему документы, безлагательно направлять данные в орган с использованием средств оперативной связи, либо наручные. Согласно пункту 1.8 инструкции, в случаях непосредственного обнаружения признаков преступления в ходе проверки, использования законов и служебных проверок в порядке, установленном пунктом 2, частью 2 ст. 37 УПК РФ, выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в средственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам, выявленных прокурором нарушений в уголовном законодательстве, которые фиксируют в книге учета сообщений о преступлениях. Принимая во внимание, что данная информация подлежит проверке и имеет существенное для правильного объективного разрешения дела, руководствуясь пунктом 5, частью 1 ст. 45 КАС РФ, прошу и требую, истребуется из прокуратуры города Сругут, тут, наверное, правильно говорить, и спросить, и истребовать, из прокуратуры города Сругут, заверенный должным образом, выписку из книги учета сообщений о преступлениях, пуск, за период с 01.08.2019, по текущий момент, по всем записям в отношении заявителя, материалы проверки, проведенные в порядке ст. 144 и 145 КАС РФ по данным записям искусств, приобщить данные выписку и материалы проверки к делу в качестве вещественных доказательств, и приобщить данные ходатайства в письменном виде, как письменные доказательства к материалам дела. Данное ходатайство требования было подано через ГАЗ правосудия, номер регистрации на 86 РС 3.0.14.115-20-5.0.19, передано на рассмотрение судья чек. Много Вы административный инвестец всего огласили, а по сути-то речь касается тех обращений, которые Вы оспариваете в административном иске. Хотите, чтобы о них была информация, где они были зарегистрированы в книге учета сообщений о преступлении? Еще раз по тексту. Выписку из книги учета сообщений о преступлении в курсе за период с 01.08.2019 по текущий момент, по всем записям в отношении заявителя. А почему все записи какие-то? Вы административный инвестец заявили в отношении конкретных обращений? Да, но вот эта выписка, она ляжет как доказательство незаконных действий, то есть уклонение прокуратуры от учета совершенных преступлений. Что они не только мои исковые заявления. Давайте в том, чем Вашим избирать. По Вашим, там есть что-то в этой выписке в курсе? Извините, меня формулировка давайте не устраивает. Вы, пожалуйста, вынесите определение письменное. Суд Вас спрашивает о том, касаемо этой выписки в курсе, которую Вы просите, Ваше обращение, которое сейчас находится предметом административного иска, есть или нет? В том числе, да. Я взял чуть больше перевод. Прошел. Исцелительный прокуратуры. Я возражаю, против удовлетворения прокуратства объясню, почему. Во-первых, в МИСТЕС выходит за предмет рассматривания московых требований, поскольку запрашивают больше переводом заявлялось с 30 августа рассмотрение обращений. Более того, все обращения, чтобы бегу вперед, представленные на суду, имеются в материалах дела, и ни одно из них не зарегистрировано в соответствующей книге. А в прокуратуре вообще такая книга ведет? Да, разумеется, да. А не зарегистрировано ни по причине того, что нет там... Где-то отсутствие оснований. ...признаков свидетельствующих необходимостей такой регистрации. Да, точно так. Настаиваете административность? Настаиваю и требую. А при невозможности залить в период, который я огласил, истребовать именно тот период, который в МИСТЕ прислал. Суд на месте определяет в удовлетворении заявленных податков отказать, поскольку сторона ответчика напрямую указывает об отсутствии данных записи, регистрации и необходимости истребовать данный документ. Суд не видит, поскольку сторона ответчика не отрицает, что сведения о регистрации этих сообщений от ТУК. Еще податков? Я возражаю, протестую. Вы нарушаете мои права на защиту и требуете слова внести протокол. Вы поверили на слово, вы не взяли подписку за дачу ложных показаний с представителя прокуратуры и поверили ему на слово. Ни один документ вы не... Получается, вы документальные доказательства не истребовали. То есть вы доверяете на слово неизвестному в синей форме. Я не удостоверил все его полномочия. Суд вас еще раз ведет и говорит о том, что вы уважительно относились к участникам в предыдущем заседании. Не только к суду. Я ничего оскорбительного не говорю. Так, у меня еще податайся. В общем, вы это на янете, да? Полный набит. Правильно? Податайся по требованию номер 7. Вы требовали и доказательств. В производстве... Так, с русского суда... Так, в соответствии с требованиями права. Так, заявителям за период с 01.08.00 по текущий момент в адрес прокуратуры города Сургут, прокуратура КМАУ, генеральной прокуратуры, было направлено в написанном виде и в электронной форме множественного обращения в порядке ст. 124 и 141 УПК РФ. Некоторые из них были перенаправлены в нижестоящие прокуратуры по информационной системе обеспечения надзора за исполнением законов в органах прокуратуры РФ, сокращенно ИСОВ. Однако, в нарушении действующего законодательства заявитель получил личную отписку по данным обращениям. Ранее, 14.11.2019, заявитель направил в адрес генеральной прокуратуры, прокуратуры КМАУ и прокуратуры города Сургут обращение с требованием предоставить данную информацию в приложении номер 1. Принимая во внимание, что данная информация подлежит проверке и имеет существенное значение для правильного и объективного разрешения дела в руководстве с пунктом 5, частью 1, статьи 45, статьи 65 КСРС, заявитель просит и требует и спросите и истребуете из прокуратуры города Сургут выписку из журнала учета входящей корреспонденции за период с 1.08.2019 по текущий момент по всем записям в отношении заявителя. Истребуете из информационной системы обеспечения надзора за исполнением законов в органах прокуратуры РФ и СОП, в реестр входящей и исходящей корреспонденции в отношении заявителя по прокуратуре города Сургут, прокуратуре Хмава и Генеральной прокуратуре приобщить данные документы к делу в качестве вещественных доказательств. Предлагается копия обращения в прокуратуру. Данное ходатайство и требование отправлено через ГАЗ-правосудие и зарегистрировано в системе под номером 86 РФ 3 0 4, 115 20, 5 0 20. Общее количество листов 3. Ошибся 4, 4, я за что. Чем данная информация служит помочь вам? Я постоянно получаю отписки от прокуратуры, где они мне пишут, что ваше обращение ранее было перенаправлено по подведомственности, либо по подведомственности в другие органы, либо структуры прокуратуры. Я не всегда получаю такие уведомления. И вот как раз выписка из ИСОПа докажет, что прокуратура на самом деле ничего мне не отправляла и не уведомляла меня. Не по каждому своему обращению я получаю уведомления. А они утверждают, что они все отправляют через вот эту систему ВИСОК. Сегодня судебное разведывательство проводится для цели рассмотрения заявленных вами требований. Административные ответчики здесь, они и ответят на поставленные вопросы, чем они подтвердят направление вам информации. Вам сами какие-то действия для какой цели-то нужны? Не совсем же непонятно. Как вещественные доказательства? Мы будем на словах все решать или по документам разбираться? Мы дойдем, очевидно, до стадии выступления страны ответчиков. Они, выступая на ваши заявленные требования, будут уже приводить свои доказательства к тому, что признают ваши требования или не признают. Почему не признают? Тогда я буду говорить. Вы сейчас, заявляя о ходатайстве обостреблении доказательств, должны суду прозрачно указать на то, каким образом это поможет вам для цели рассмотрения иска. И почему недостаточно тех доказательств, уже имеющихся в деле для цели рассмотрения ваших требований. У нас 4 тома с вами уже документов, с учетом ваших ходатайств, поступивших через систему ГАЗ-правосудия. Так вот, пусть в этих 3 томах, где касается вопрос документов, их что, на ваш взгляд, недостаточно для того, чтобы рассмотреть по существу заявленные требования? Нужны вот эти вот реестры обязательно? Обязательно. На самом деле у вас очень малая часть дела лежит. Оно должно быть до такой высоты примерно, по моему расчету. Предоставьте еще доказательства. Вот я и требую. То есть вот этим путем? Да, потому что нарушается мое право на засчитывание, не получив уведомления, я не могу отследить свое заявление о совершенном преступлении. Уклонился прокурор от учета совершенного преступления или нет? Куда он отправил мое обращение? Как же в сторонах прокуратуры? Что скажешь секретарь? Уважаемый господин, я прошу внутренних раз поотказать о песню, почему. У нас исковое заявление. Здесь отражено 6 пунктов требований Уважаемого МОССА. 4 из них в отношении Балина, Дмитрия Алексеевича, и 5-6-й это внесение участного оптеделения. Исходя из первых четырех пунктов Уважаемого МОССА обжаловывает конкретные ответы на конкретные обращения, указывает и в исходящей прокуратуре на ответы, направленные ему, и свои исходящие, своего так называемого реестра, ID, адреса соответствующие. Это все было приобщено к материалам уголовного дела. Каждая из этих перечисленных в требованиях обращения и каждый из перечисленных в этих требованиях ответ. Соответственно, и ответы у уисца имеются, и обращения. Более того, настоящее судебное заседание нами представлено 20, если не ошибаюсь, 8 томов футболного производства по обращениям уисца в прокуратуру города, они имеют в зале судебного заседания 20 томов и при случае, если истец пожелает с чем-то из них ознакомиться, либо касаемо своих требований, я думаю, можно будет предоставить это право. Поэтому, исходя из изложенного, я прошу удовлетворения и ходатайства отказать. Государный уход, выступающий в стране прокуратуры, вы документами имеющимися на сегодняшний день в судебном заседании готовы подтвердить информацию о том, что по всем обращениям, которые предметы и иска заявлены, были даны ответы? Да, совершенно верно, кроме того, они и приложены отдельно из них к списковому заявлению лица, то есть им самим ответ, который он уже считает их формально. Он же их и прикладывал. Хорошо, выслушав спорную, суд на месте определяет внутренний заявленный автобазон по обостребованию дополнительных документов отказать, исследовать имеющиеся доказательства и разрешить вопрос по существу спора с учетом данных имеющихся доказательств. Еще податства, истец. Возражаю, протестую, вы нарушаете мое право на защиту, вы доверяете словам представителей и не избегаете письменных доказательств. Суд, вам объяснить, истец, что сейчас, заявляя в податство обостребовании каких-то документов, сторона отличника говорит о наличии взаимной терапии в документах в ваш адрес отправленных. По результатам исследования доказательств представленных мы можем вернуться к тому вопросу, что чего-то недостаточно. Но вот на текущий момент, с учетом пояснений стороны прокуратуры, что у них есть ответы на все поставленные ваши вопросы, суд принимаем и заявленного ходатайства отказывает. Пожалуйста, дальше. Ходатайство требования номер 5. О вызове свидетелей. О производстве Сугустского суда находится административное дело. Так, в соответствии, имею право истрибовать ходатайство. В соответствии с требованиями части 1 статьи 51 кассеры свидетелями. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения административного дела, и которое вызвано в суд для отдачи показаний. В соответствии с требованиями части 2 статьи 51 кассеры в качестве свидетеля также может быть вызвано в суд лицо, которое принимало участие в составлении документа, исследуемого судом как письменное доказательство, либо в создании или изменении объекта, исследуемого судом как вещественное доказательство. В соответствии с частью 2 статьи 221 кассеры в участии в административном деле об справивании решения действия бездействия должностного лица государственного или муниципального служащего в качестве 2-го административного ответчика привлекается к соответствующим органам, в котором исполняет свои обязанности должностное лицо государственного или муниципального служащего. Таким образом, в качестве соответчика по делу привлекается прокуратура Хмал-Югра в структурном подразделении, которое исполняет свои обязанности прокурор города Сугут-Барен-ЛА. Жалобы им на действие и бездействие административной ответчика неоднократно направлялись в электронном виде в прокуратуру Хмал-Негра и в Генеральную прокуратуру РФ. Жалобы на действие и бездействие прокурора города Сургут Балина и Ла были поданы в электронном виде в прокуратуру Хмал-Негра 16 октября 2019 года в адрес Генерального прокурора РФ. Номер регистрации 245-85-82, а также от 26.04.2019 номер регистрации 207-358, а также от 25.03.2019 номер регистрации 201-81-12, а также от 24.03.2019 номер регистрации 199-49-96, а также от 22.02.2019 номер регистрации 183.51, а также от 04.2019 номер регистрации 196.43.90, а также от 21.01.2019 ID 194.76.47. Это лишь малая часть незаконных действий и бездействий прокурора города Суркут Барина и ЛАП. Однако в нарушении действовавшего законодательства все обращения заявителя не были рассмотрены должным образом. О результатах рассмотрения жалоб заявитель до настоящего времени не уведомлен. Приведенные факты свидетельствуют о халатном отношении сотрудников прокуратуры города Суркут и прокуратуры Хмалу к своим служебным обязанностям при работе с обращением. Принимаем во внимание, что показания данных должностных лиц и надзорных органов имеют существенное значение для правильного объективного разрешения дела. В руководстве с пунктом 5, частью 1, статьи 45 КСРФ и частью 1, статьи 51 КСРФ заявитель просит и требует вызвать в судебное заседание для допроса в качестве свидетелей прокурора города Суркут Балин Леонид Алексеевич и прокурора округа Хмал Югра Батвинкин Евгений Борисович. Данное контрактное требование подано через систему ГАЗ-правосудия и имеет регистрационный номер 86 РЭС-304-115-20-500-22 и передано на рассмотрение судья ЧАФ. Общее количество листов 4. Умение не оказали на контрактах, кстати. Пришло отказать председатель, что на листоверении личности и соответствующие документы осмотрены на добедельность при общении к делу. Суд на месте определяет указатель в рейт-заявное накладство со стороны административного листа, поскольку статус указанных листов определен материалами дела как ответчики. И независимо от качества свидетеля не предполагается в соответствии с функциональными действиями в рейт-заводском Российской Федерации. Еще ходатайство. Возражаю, протестую, вы нарушаете мое право на защиту. Данным свидетелям могут быть известны сведения, которые за них никто не может сказать. Они руководствовались не законом, а своим личным мнением при рассмотрении моих заявлений о совершенных преступлениях. На каком основании они уклонились от учета совершенных преступлений, могут пояснить только о них, а не их представителях, которые являются прямым подчинением у своего начальства и, в принципе, могут быть заинтересованы милицией. Я усматриваю в данном деле конфликт интересов, и вы просто нарушаете мое право на защиту. Продолжайте. Я подвинусь, я же вернулся и сюда не седу. Мы можем открыть дверь, кто и слушает. Откройте, пожалуйста, дверь. Нет, не до свидания. Нет, не до свидания. Благодарствую. Так, ходатайство номер 8. Ходатайство требования номер 8. Заявителям за период с 01.08.2019 по текущий момент в адрес прокуратуры города Срубуз прокуратуры к МАУ и Генеральной прокуратуры было направлено письменно и в лекционной форме множество обращений по этой статье 124 и 141 УПК РФ. Однако в нарушении действующего законодательства заявитель получил лишь отписки по данным обращениям. 06.11.2019 заявитель в писанном виде подал обращение требования, зарегистрированные 6 ноября 2019 года, входящие в 861, предложение 1. Сургутский почтам с требованием предоставить информацию с детализацией по всей входящей корреспонденции по адресу 628-405, город Сургут, проспект Концеморский, 21, квартира 16. 11.11.2019, 1538 заявитель лично сходил в Сургутский почтам по адресу улицы Республики, дом 4 и забрал ответ в письменном виде наручном. Ответом номер 3.3.18.6.1.1732 от 7 ноября 2019 года, предложение номер 2, за подписью директора и его начальника почтам Поградзина ЕК, заявителю была предоставлена заведомо недостоверная информация о том, что за период с 01.05.2018 года по текущий момент в информационной базе ЕАС УПС отделение почтовой связи номер 628-405, город Сургут, почтовое отправление, адресованное на ваше имя, в поступлении не значится. К сведению сообщаем, что информация по входящим инвестиционным почтовым отправлениям хранится в электронной базе отделения почтовой связи в течение 60 дней календарных, после чего происходит автоматическое обнуление данных. По факту за период с 08.09.2019 по 07.11.2019 60 календарных дней, заявителям почтового отделения 628-405 было получено множество заказных писем, например, с номерами отслеживания 800-819-404-38-531 и 107-258-340-37-899, предложение 34. Таким образом, заявитель не получил достоверной информации о входящей корреспонденции в его адрес. 11 ноября 2019 года заявителям было подано обращение требований в адрес прокуратуры города Сургуты, прокуратуры ХМАУ, с требованием привлечь к административной ответственности его начальника почтампа Разина ЕКАР по статье 5.39 КАРФ за предоставление заведомо недостоверной информации. Принимаем во внимание, что данная информация подлежит проверке и имеет существенное значение для правильного и эффективного разрешения дела. В руководствуясь пунктом 5, часть 1, статьи 45 КАРФ, заявитель просит и требует, истребуете сургутского почтампа и реестра всей входящей корреспонденции с полной детализацией в адрес заявителя, направленный за период с 01.08.2019 по текущий момент по адресу 628.405, город Сургутск, аспект Комсомольский, 21.16. Приобщить данные документы к делу в качестве вещественных доказательств. Данные ходатайства, требования поданы через систему ГАЗ-правосудия и имеют регистрационный номер 86 РФ 3.0.4.115.20.5.0.23. Всего листов 13, 3 заявления и 10 приложений. Требуют в литры данные ходатайства, так как оно докажет ничтожность заявлений представителей прокуратуры о том, что в мой адрес направлялись какие-либо уведомления и результаты рассмотрения моих обращений. А сами вы, административные сети, обратились к почтам, чтобы получить соответствующую информацию? Вы не слушали, вот же он сказал, что я обращался, мне предоставили недостоверный ответ, что нету никаких поступлений на адрес, но это не соответствует действительности. Я обратился в прокуратуру, вот тут все приложено, приложение, ответ разный. Она мне сообщила, что не было вообще никакой корреспонденции в ему адрес. Это не соответствует действительности. То есть ответ-то у вас есть официальный? Да. А что еще запрашивают? А? Запрашивают-то еще что? Так ответ не соответствует действительности. Мне предоставили недостоверный ответ. Я его обжаловал в прокуратуре. Ответа я до сих пор не получал. Нужна достоверная информация о том, через суд. Потому что я стримовал, мне предоставили недостоверную информацию. Вот если суду предоставили недостоверную информацию, то можно, там уже другие меры. А вы вот почему сделали, что оно недостоверное? Я же вам пояснял, что за этот период, вот я назвал номера почтовых отправлений, которые за этот период я получал лично на почту. Эти номера можно ввести на сайте Почты России по отслеживанию и убедиться, что да, я их получал именно в этот период. Хотя Разина заявляет, что почтовых отправлений не было в мой адрес. Ну, а вы в почту обратиться могли. Это Разина руководитель отделения, и кто вам даст? Она и его начальника по штампу. Так, вы к ней обратились? Да, вот ее ответство. Понятно, что не было ничего. А вы информацию о том, что у вас есть данные, о которых вы говорите, или она могла внести изменение в свой ответ? Ну, есть смысл к ней обращаться, если она откровенно дает недостоверную информацию. Я хочу через суд исследовать.